Вареные пельмени напоминают запах. Давай, давай, давай. Я уже не могу, я пью, мне уже плохо. Понимаешь, тесты требуют жертв. На прививку пойдет. Будь мужиком, допивай. Всем привет, друзья. С вами снова канал Ampavar и капитан этого канала Славик. Сегодня мы решили протестить колы. С наших пилотных выпусков прошло очень много времени, и я думаю, наши друзья оценят. Что ты думаешь сегодня, Вова? Какой твой фаворит? Какие твои ставки? Естественно, я топлюсь за оригинал. Я чувствую, что я вычислю оригинал, и я найду его. И мне кажется, добрый кола должна показать себя очень хорошо. На что я не делаю ставки сразу, это вот такой вот бюджет из фикс-прайса. И маркет, ну это что-то вот а-ля первым делом из этой линейки. Да, 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 да. Это у нас дешевые колы, это в перекрестке. Это фикс-прайсовская за 35 рублей баночку. Посмотрим, что они нам сегодня покажут. Очень хочется попробовать, чтобы газаться не вышло. Поэтому давайте убирать бутылочки и начинать. Ну да. А, ну давай, давай. Начинаем с первого. По цвету норм. Ну прям кола-кола, да. Да, плотненькая. Ой, слушай, запах колы прям хороший. О, и по вкусу, кстати, not bad. В целом, немного какая-то сладковатость лишняя. Ну, сладкая кола прям хорошая, насыщенная. Чувствуется вот этот колистый вкус, ароматизатор. Пока что куда-то на середину, так не с чем сравнивать. Неплохо, неплохо, да. Весьма. Ну что, второе. Так, а вот здесь вот уже запах. Какого-то пруда, по-моему, вот честно говоря. Вот весеннего такого пруда. Слушай, кстати, стоит уточнить, что у нас вот этот вот bubble кола нулевка. Да, это zero calories, но мне кажется, так как там будет подсластитель, это не сыграет особой роли. Ну вот это вот прям мега ненасыщенно. Нет, это она заменит... Ну вот, камера нырями передала, скажешь, но в ней газа вообще почти нету, даже по сравнению вот с этой сейчас. По камере нырями заметно, но вот здесь вот больше газа даже идет сейчас. Да, в первой газатце вообще идеальное. Здесь ощущение, что она разбавленная, газатца не чувствуется. Скорее, вот как вы пьете колу, которая уже постояла денечек в холодильнике. Очень вот на нее похожа. Ну да, поэтому куда-то в конец пока. Так, третий. Третий. Запах какой-то есть, ну приятный, по крайней мере. Я вообще вообще ничего не почувствовал. Какая-то прям голова арома. Ну, запах был интереснее, чем второй, а вкус вообще, по-моему, тот же самый. Не-не, вкус... А, ну ты имеешь в виду вкус со вторым. Похожий, да, какой-то дешевый ароматизатор. Вторая она как будто все-таки вот какой-то свежестью отдает. Вот. А это прям вот пиндис, она вот просто прямая. Вот хотите колы, вот вам, получите, но при этом с водой. Ну, что первый, что второй, что третий, пока нет. Хотя газатца здесь получше. То есть, считается приятней. Здесь знаешь, что, Вов, какой-то вот этот лекарственный запах и привкус есть. Да, по вкусу она прям похуже. Но, в принципе, водочку запить, я думаю, нормально или Ромчик. Да, не-не, это надо что-то концентрированное, мне кажется. То есть, вот что-то такое прям сладкое запивать было бы хорошо. Не знаю, вот она не очень пока. Наверное, вкус чуть поинтереснее, чем у второго, но до первого явно не дотягивает. Четвертое. Я уже занюхался прилично, но так и не почувствовал ничего. Похоже, на самом деле, по Ромке на третью. То есть, что-то такое есть еще дополнительное. Давайте попробуем. А вот это что-то очень интересное. Вот это, мне кажется, Джамбо Кола, возможно. Да. Сделаем легкую заявочку, потому что я пробовал ее один раз. И вот это не Кул Кола точно. Вот из всех претендов, которые у нас были представлены, я пробовал много Кул Кола, потому что она первая, которая вышла на рынок. После основных поставок классической Кул Колы. И там было очень много сладостей, прям вот этой притерности. Она вдыхалась очень быстро. Здесь же какой-то вкус мы чувствуем. Но она очень сладкая. Она гораздо более сладкая, чем первая. Первая прям такая вот, она за язык-то тебя все-таки подкусывает. А эта прям, она сладенькая, как будто туда реально нахерачили много сахара. Ну, прикольно в целом, на самом деле. То есть, вкус достаточно богатый. Чувствуется какая-то вот эта игра ароматизаторов. Интересная. Я поставлю ниже первого, пока что посмотрим, может со временем поменяется. Да, я тоже думаю, что она реально вот где-то вот чуть-чуть ниже первого. Но вот перед этими надежное свое место имеет. Пятое? Ничем, по-моему, не пахнет особо. Вообще ничем не пахнет. Да. Ну, газация нормальная, вроде есть что-то. Слушай, ну и по вкусу нет вот этого, то, что в четвертом. Такая... Ну, такая невыраженная какая-то. Слушай, мне... У меня, кстати, четвертая более компотная какая-то. Да, четвертая, да. Она вот, она прям прозрачная. Я не знаю, это как раз передает, вот между особенно вот первой и пятой сейчас. Она прям выделяется очень хорошо. Ну, вот она пятая. Да, 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 четвертая, она достаточно прозрачная, похожа на заваренный чай, такой легенький. А вот эти вот, они, конечно, более плотных цветов. Ну, что, Вов, как тебе пятая? Пятая, ну, поприятнее, чем четвертая, но до первого все-таки пока как будто не дотягивает. Не знаю, в первом все-таки какая-то вот эта вот присутствует... Ну, как-то ты сказал, вот как будто... За язык подщипываю, да, очень приятно. То есть, да, вот эта вот такая лимонадная составляющая, чтобы она себя немножечко обжигала. Это очень всегда мне нравилось в лимонадах и в коле. Вот, что мне очень нравится, четвертый, пятый все-таки хочется допить. То есть, они оставляют какой-то приятный привкус. Ну, не знаю, очень сложно их как-то проградировать. Ну, наверное, где-то вот они примерно наравне для меня. Пока непонятно. Может быть, сейчас что-то еще в клинице между ними. Давай пробовать шестой экземпляр. Ну, запах ково. Я если ничего резкого не чувствую, я сразу пью. Слушай, знаешь, что? Вареные пельмени напоминают запах. Я сейчас распробовал, как будто да. Недавно получил негативный опыт от пельменей. И вот как-то вот он прямо здесь вот это вот бульонистая жидкость. Была заявочка на тест пельменей в будущем. Ой, а все, я с пельменей, наверное, завязал. Ну, странный запах на самом деле. Запах странный, но на вкус он почти не влияет. На вкус, да. Практически не сладкое. За язык пощипывает, газация есть. Кола чувствуется вот именно вот а-ля классическая. Я не помню, я тебе, кстати, говорил, нет, я предсказывал, что за запах ты до одного аромата покупаешься, но вот я не уверен, что это это, слишком хорошо для этого претендента. Ну, вот, кстати, он ушел, то есть вот не чувствуется сейчас он так острый, это такой вот, ну не то, что прям запах на 100%, который вы явно всегда узнаете. Это какие-то такие вот эти вот вареные пельменистые нотки, сейчас его уже нет. Ну, пока что могу заявить, что он как будто... Неплохо. Менее сладко, чем пятый. Однозначно менее сладко, однозначно. Пятое, это же у нас перспективное джамбо, правильно? Угу. Четвертое перспективное джамбо, как мне кажется. Вот какой-то и на такой левый вкус какой-то. Не свойственник классической джамбо. Да, четвертое джамбо, это джамбо кола, это итальянская кола, и ее к нам, насколько я помню, импортируют, это была импортная бутылочка. Четвертое действительно очень сладкое, я просто не люблю прям мега сладкие напитки, и оно у меня уезжает за пятую, потому что мне нравится вкус, а не сахар. Ну вот между первым и шестым я сейчас разделяюсь, потому что в первом все-таки опять же эффект пощипывания. Да. Здесь язык есть, а это прям газировка-газировка. Вообще шестой приятный, очень приятный претендент. Реально, вот как я люблю, очень похоже на нулевую колу. Ты знаешь, Вов, помнишь, вот что могу сказать о вот этих вот, всех тех, кто оказались пока в конце. Я думаю, у всех в детстве были такие ларечки, магазинчики, когда вот 90-е, 2000-е, и там продавались вот эти дешевые такие лимонадики, поделки там тоже типа апельсин фанта, кола, у нас они назывались бомжовки. И вот это вот, это вот прям такие бомжовочки, короче. То есть если оригинально тогда стоило 20 рублей, а бомжовка 5 рублей. То есть, ну, как бы выбор был очевиден. Вот, и вот эти вот три прям очень похожи на какие-то такие поделки непонятные. Слушай, ну сейчас просто инфляция разогналась. Бомжовочку, да! Бомжовочка уже просто как бы, это маркет, это вот бабл из фикс-прайса как бы. Но они все равно уже не 5 рублей стоят, уже как бы, да, не бомжовочка совсем. Это у нас финальный седьмой. Хм, кстати, вроде как неплохо. По аромату пахнет просто колой. К седьмому аромату ощущение, что ты тестишь одно и то же. Нет, правильно, это шутки, на самом деле. Если сравнить прям пристально каждую, то они все различаются. Однозначно. Однозначно отличаются. Между вот, как так правильно, аутсайдерами последними. И вот этими вот тремя-четырьмя первыми. Потому что вот они прям на грани. Какой-то более пощипывает. Какой-то больше приятный, по вкус более сладкий. Какой-то наоборот более нейтральный. И вот тут вот самое главное понять, что я хочу. Я хочу найти, я верю в то, что я должен найти оригинальную колу. Она у нас из Грузии импортированная. Вообще седьмой очень приятный. Тоже примерно как шестой претендент наш. Тоже минимум сахара. Аромка чувствуется. Слушай, как по мне, он седьмой поприятнее. Шестой вот тоже может, что у меня сейчас под выдох себе как-то. Хотя отмливали же на это. Ты знаешь, они просто очень похожи. То есть, может быть, он поприятнее. Но ты же тоже должен понимать, что мы тестим уже достаточно давно. И может все-таки немножечко восприятие поменяться. Седьмой на самом деле. Ты говоришь, седьмой, да, поприятнее? Или шестой? Седьмой. Ну да, да, да. Что-то такое есть. Он как будто более концентрированный. И все-таки там осталась вот эта газация пощипывания такого языка нашего из сосочков. Поэтому берите седьмой. Сосочки ваши будут в опасности. Шестой он как-то так. Пятый слишком сладкий. Шестой. Неплохо. Ну, пятый по сравнению с вот этими тремя, ну, прям уже ненасыщенным чувствуется. Блин, мне прям хочется седьмому отдать первое место сейчас. Седьмой очень достойный. Очень достойный, правда, очень вкусно. Знаешь, даже вот я сейчас перетестировал почти, скажем, из крайних. И мне как будто хочется верить, что это добрый. Ты знаешь, у нас же это был вообще аутсайдер в нашем пилотном выпуске. Добрый. Я думаю, что это кул-кола. То есть вот это, скорее всего, оригинальное кул-кола и джамбо. Ой, не, второе. Не, я даже их не тачил. Смотри, как... Видно сразу, что понравилось. Это очень сладкое, просто четвертое. Вот по сравнению с этими она прям так, раз, и ты сахарку бахнул, прямо ложечку чайную. Ты же, может, оттуда и джамбо, я не знаю уже даже. Пятое, вот пятое как-то, ну, не знаю. Вот эти вот, на мой вкус, ни о чем. То есть какие-то такие вот поделки, полуразбавленные, купленные там непонятно где, от непонятного заводика. Вот у этих более богатый вкус. Слушай, я думаю, нам как-нибудь на третью черту часть надо позвать хоть мексиканца. Они там посажены очень сильно на колу. Особенно, я смотрел, недавно в Южном Штате там вообще есть город, где кола стоит дешевле, чем вода простая. Вот, я думаю, они бы нам сразу бы раскидали по понятиям, что кола. Там про завод, я почитал недавно про них, там завод колы, грубо говоря, полностью оккупировал всю воду, которая у них есть. И простая вода, она некачественная, а если ей брать, хорошую бутилированную, то она тоже от колы. Не знал, это где, это в Мексике? В Мексике какой-то, Южный Штат, не помню, название не буду брать. У меня, знаете, наверное, вот первое и седьмое будут топ-1. Да? Очень сложно, прямо к ним очень сильно подбирается шестое, наш претендент. А остальное, ну вот уже пятый уже как-то съезжает совсем, уже не очень интересно. Но вот до пятого я бы взял на разбавить 100%. Вот это вот я даже на разбавить бы себе не взял, наверное. Слишком много лев вкуса. Ну да, то есть таким же успехом можно просто разбавить каким-нибудь карамельным сиропом и водой, даже, наверное, вкуснее будет. Потому что, как-то, какие-то они все вот с каким-то привкусом непонятной жидкости. Ну что? Да, давай вскрываться. Давай посмотрим, что мы сегодня надрахтили. Достаем бутылочки. Поехали! Традиционно мы начнем с Вовика, потому что у нас сегодня главный казначей. У него все цены, я просто сегодня в вау, вообще не знаю, что происходит. Все, что мне налили, то я сегодня и пью. Так что, Вов, тебе респект, безусловно, за то, что нашел цены. Это нам сегодня очень будет важно. Что у тебя по топу? Так, ну, начнем с конца. Давай. Второй стакан. Нет, подожди. Да? Так это оригинальная кола. Ты что, Вова? Своих не вычислил. Ты что вообще? Да не может быть. Но она на самом деле ни о чем. Она очень похожа на минералку, вот если с бутылки попить. Ну да. Просто вот здесь вот она уже выдохшаяся. Не, 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 все правильно. Все это, да? Да. Не, это реально она. То есть я тебя отвечаю. Ну, не очень люблю прям. Ну, правда, нет. Мы удивлены, я удивлен вообще. Блин, фак. Мне теперь страшно. Ну, на, вот. Давай, давай, давай. Я уже не могу, я пью, мне уже плохо. Понимаешь, тесты требуют жертв. Давай. На прививку, понятно? Будь мужиком, допивай. Ну, она же. Никакого факапа нет. Ну, давай, давай, давай. Да, пи. Кошмар. Это скандал с качеством опять. Учитывая, что в пилотном выпуске мы... Она была хорошая. Азеров мы сразу будем с Азербайджана, а это с Грузии. Да, да, да. Та была хорошая прям. Так, ну ладно. Третье. Третий. Это... Джамбо. Джамбо. Тебя стоит. Ну, в целом, я особо на него и не ставил. Не угадал. Так, четвертый. Четвертый стакан это Bubble Way. Блин. Так, not bad, not bad, окей. Молодцы. Но все равно, такой мы не берем даже разбавить. Молодцы. Следующий, это пятый? Пятый стакан. Это маркетерская. Это с перекрестка колка к нам подъехала. Ну, и топ получается. Шестой. Добрый. О! Интересно. Так, у меня вот эти два, ребята, двое пугает. Да как так? Первый бокал это Cool Cola. И черноголовка. Это топич у нас оказался. Давайте, ну, надо попробовать еще разочек. Ну, проверь, да? Я просто, я в шоке сижу. Я реально, я вообще вот прям... Она. Топ, наоборот, почти. Она богатый вкус, правда. Действительно. Действительно. Да. Вот это вот... Все, по-честному. Какая-то... 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 Ребята, молодцы. Байкал у них что-то стало таким себе, не очень-очень разбавленным. Я недавно брал, мне не зашло. А вот это, ну, прям неожиданно. Класс. Супер. Пушка. Давай смотреть, что меня... А, по ценам. По ценникам. Да, да. Ну, самое дорогое у нас, естественно, оригинал. За литр был 165 рублей. Ну, примерно, то есть 0,5. Считаем, это было бы, наверное, где-то рублей 80, либо 90 стоил. А дальше, что у нас идет? Джамбо Кола. Она у нас стоит, получается, 60 рублей за 0,5. Ну, до своего топа неплохо. Бабл Кола. Это 37. Самый бюджетный из наших всех. Фикс прайсе. Да. Бан по 0,5, кстати, не видел. Так, следующее у нас идет, получается, Маркет Кола. 50 рублей. Добрый Кола у нас идет дальше. Это уже 80 рублей подорожено. Более тяжелая артиллерия. Да, она подорожала, кстати, недавно. Кола Кола 75, чуть-чуть подешевле. Ну, 75-70. И черноголовка 75 рублей. Да, тоже, кстати, была недорогой. Ну, я взял стекле, подорожала. Фирма. Давай мой смотреть. Так у тебя тоже самое. Тоже самое, по сути. Двоечка, да. Это оригинальная. Ну, давай, Даль, про форму поставим. Давай. Все-таки у нас 2, 3, 4. Офигеть, у нас что, сегодня вообще все одинаковое? Да, у нас сегодня с тобой все одинаковое. Консенсус. Консенсус. Мы сегодня выучили новое слово. Слушай, ну это класс. А первое и седьмое, да, получается? То есть, это черноголовка и Кул-Кола. Добрый па... Респект! Респект! Ну, Кул-Кола... Я прям хочу еще, я не знаю. Я до сих пор не верю, на самом деле. Да. Это она. Очень вкусно, очень приятно. Вот они первые места. Мы сегодня совершили просто рывок вперед в наших тестах. Такого консенсуса у нас не было еще никогда. Поэтому, видите, что творит магия лимонадов и отечественной Колы. Вот такой получился видос. Было очень интересно и внезапно, неожиданно, потому что грузинская Кола как-то показала себя не очень. Что еще сказать? Добрый. Ну, молодцы. Молодцы. Хоть как-то молодцы. Да, не подкачали. То есть, очень недурно, очень недурно будем, наверное, мы еще делать еще одну серию. Потому что у нас еще есть интересные Колы из Винлаба. Есть еще Колы из масс-маркета. Тоже такие нестандартные, не рекламируемые. Мы их обязательно с вами попробуем и скажем вам свои впечатления. Всем спасибо за просмотр. Всем доброго вечера. И пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давите колокольчик. Давите колокольчик. Давите колокольчик. И счастья вам. Всем до свидания.